Волня с городом. Радио. Болтком. Как встретились, так и поговорили. Я хочу, используя эфир, радио, которое я слушаю всегда здесь, в Латвии. Интересные люди. Случайные встречи. Неожиданные интервью. Знаете, что самое страшное? Самое страшное – это начать бояться. Для хорошей беседы не нужен повод. И время не имеет значения. Но место встречи изменить нельзя. Спасибо, ребят. Очень круто. Наконец-то высказался. Что так? Только на радио Болтком. В любое время дня и ночи. Программа «Встретились, поговорили». Продолжает свое обещание радиостанция «Болтком». В студии Олег Пеков. Всем здравствуйте, доброго дня. Вот мы сегодня с Александром Шуниным обсуждали, какие всякие праздники отмечаются в мире. И в частности, День пожилых людей, День вегетарианства сегодня. Но, наверное, для большинства все-таки тех, кто следит за календарем, одна из самых главных дат – это, особенно если есть в семье дети, которые идут в школу, это День учителя. И сегодняшний именно день, конечно же, можно было видеть на улицах многих учеников с букетами цветов, которые спешили поздравить своих учителей. Ну и по этому поводу, по этому случаю мы с огромным удовольствием, во-первых, поздравляем директора и владельца частной школы Максвелл Елену Миронову, которая у нас сегодня в студии. Спасибо, здравствуйте. И приглашаем вот ее к разговору о, действительно, роли учителя в жизни человека в сегодняшнем нашем мире. Не секрет ведь все-таки, что раньше, ну, учитель был, наверное, ну, если говорить о его роли в жизни человека, это был источник получения информации. Сейчас, может быть, многие дети, подростки, пользуясь компьютерами, смартфонами, они считают, ну, во всяком случае, вот они считают, что роль вот получения информации – это они сами смогут с этим справиться. То есть, если что-то нужно узнать, спросить, окей, Google или там, ну, не знаю, Ян, любая другая система поисковая может найти ответ на любой вопрос. Вот зачем, собственно говоря, вот учитель нужен, и вот насколько в сегодняшнем, в нашем нынешнем мире, может быть, как раз наоборот, вот обилие информации может смутить, и не вся ведь информация правдивая, которую мы получаем, не все, что написано на заборе является правдой, а в интернете все-таки это большой забор. Вот как меняется роль учителя со временем, вырастает, становится такой же? Вообще, что значит учитель в жизни? Спасибо за такой прекрасный вопрос. Там, мне кажется, уже были какие-то моменты и ответы, потому что я думаю, что действительно информации очень много, и она разнообразна. Но учитель, как Олег, и в моем, и в вашем детстве, это был не только источник знаний, это человек, который нас в тему научил читать, писать, считать, рисовать и так далее. Но для нас это был определенный пример для подражания, как себя вести, манеры, для девочек, как одевался учитель. Я вспоминаю своих учителей русского языка и математики, не все из них в этом мире, но ты понимаешь, что вот с тем эталоном, который заложен в детстве, ты пройдешь по жизни. И поэтому, я думаю, даже несмотря на то, что у нас очень компьютеризированный и действительно век новейших технологий, который иногда кружит голову не только детям, но и взрослым, но стабильность, вот эта основа умения расставить точки и даже в цифровом пространстве, это, конечно, все в руках учителя. И не только учителя информатики, любого учителя. Потому что никто не отменял в живописи оригиналов и никто не отменял живое слово на уроке. Так и тут, я думаю, неважно, какого возраста дети, продвинутые старшеклассники или такие, как у нас маленькие совершенно, еще, которые пойдут в школу, они все нуждаются в таком партнерском отношении к себе, в дружеском. Сейчас немножко поменялось отношение, что всегда авторитетный учитель. Да, он старше, он опытнее, это надо понимать и принимать и детям, и большим, и маленьким. Но это уже преподносится не в такой авторитарной форме, как это было, скажем, наверное, в нашем с вами детстве. Поэтому сегодня хочется вспомнить и своих учителей, и, конечно, поздравить своих коллег, учителей школы Максвелл, потому что нам в этом году 30 лет исполнилось, и это действительно большая дата. Мне очень приятно, те, которые со мной прошли этот путь, идут дальше, или те, которые уехали за границу, но с нами как-то поддерживают отношения, и я поздравляю их с тем, что они преданы делу и выбрали такую благородную, но очень сложную профессию. Какие вот все-таки знания получают, что важнее для детей, какие знания какого рода? Это знания из гуманитарной сферы, из технической сферы? Вот если не сталкиваться, но тем не менее, что важнее, знать формулу серной кислоты или выучить стихи Пушкина? Я думаю, что личность, она, на мой взгляд, должна быть гармоничной, и стихи Пушкина также важны, как знания законов физики, которые практически необходимы в быту тем же детям и в будущем, когда они станут родителями. Но все равно приоритет выберут ребята, когда они будут поступать и выбирать уже то образование в высшем учебном заведении, которое ближе им по духу. И сейчас очень много, естественно, специалистов IT, время компьютера, поэтому каждый второй идет туда учиться. Но мне бы хотелось повернуть старшеклассников и к теме врачей, и к теме учителей, потому что эти профессии необходимы. И вот посмотрите, время ковида, оно как бы высветило. Кто остается? Какие стратегические в стране работают заведения, больницы, школы, детские сады? Как бы тяжело ни было, эти люди всегда на посту. Поэтому прекрасно, что есть IT-специалисты, прекрасно, что мы сейчас все можем работать удаленно. Но, как показал опыт последнего года, именно ограничения, связанные с тем, что дети не были в школе, они сказались не в лучшую сторону на знаниях детей, на их навыках социализации. Поэтому я думаю, что тема школьного учителя и тема приоритетов связана еще с тем, насколько была сильна личность этого учителя на уроке, насколько он мог так захватить своим предметом ребенка, что я помню английский, мне так нравилась моя учительница Наталья Ивановна. Я стала учить этот язык, и он стал моей первой специальностью, потому что все началось с учителя, с ее личности, с ее любви к своему предмету и умению донести. Она нам рассказывала тогда про Англию, туманную, такую далекую для нас. Это сейчас мы можем сесть в самолет и перелететь в Лондон, посмотреть музей и покататься на двухэтажном автобусе. А тогда это все было где-то как в сказке побывать. И поэтому все начинается с учителя. И то, что выберет, это уже от ребенка и от знания. Но, на мой взгляд, очень важны дошкольные учителя, которые открывают детям, потому что, как мы знаем по многим теориям, все закладывается до пяти лет, а потом уже только надо отполировывать. А ведь школа максимум как раз-таки и занимается, да, детьми до семи лет? Да, мы сейчас именно оставили это звено для детей от двух до семи лет. И занимаемся этим серьезно. То есть, кроме воспитателей, у нас есть целые педагогические коллективы. Это и языки, и английский, и латышский, и музыка. И мы их учим на уроках музыки. Играть на блокфлейте по методике Карла Орфа, австрийского композитора и педагога. Я в шестилетнем возрасте преподаю им авторский курс, так как второе мое образование в Петербурге. Я закончила Академию художеств. И мы с ними изучаем историю искусства, не только живопись, но и скульптуру. Сегодня у меня будет самое первое занятие. Я им буду рассказывать про наскальную живопись и показывать. И у нас будут рабочие листы очень интересные. Они себя тоже почувствуют немножко в роли пещерных людей. И поймут, как это вот процарапывалось, как это рисовалось угольком на стенах скал. Первые рисунки появлялись сначала ладошки, а потом изображения животных. То есть мы стараемся в этом возрасте уже им открыть столько дверей в этом мире, чтобы когда они придут в первый класс, они чувствовали себя более уверенно. Они были уже интересными собеседниками для учителя. И, конечно, учитель начальной школы, он берет вот это все добро заложенное, вот эти все таланты, способности, и дальше уже раскрывает и идет. Потому что я считаю, что когда говорят, вот какую, меня часто спрашивают друзья, знакомые, звонят, в какую школу выбрать, куда отправить, я всегда говорю, ищите своего учителя. Выбирать надо в первую очередь учителя. Ох, как интересно. Но вот с какого возраста можно начинать с ребенком заниматься? С какого возраста он воспринимает вот эту информацию? Мы открываем группы для детей с двух лет. Казалось бы, ну что там двухлетние детки? Нет, на самом деле вот год и полтора это еще маленькие дети, которым необходима мама. А уже к двум годам сейчас, в наш быстрый век, они могут становиться воспитанниками, можно даже смело сказать, учениками нашей школы подготовительной. И весь день они находятся. Там мы их не только учим, с ними гуляем, играем, кормим четыре раза и так далее. Все радости жизни. И у них 18 занятий разных в неделю. У них есть и развитие речи, потому что это самое главное в этом возрасте, научить их правильно говорить. Потому что сейчас у каждого третьего, четвертого ребенка есть какие-то моменты, связанные с логопедическими проблемами. У них есть очень большой блок лепка, рисование, конструирование и аппликация. Это все, что связано с мелкой моторикой пальчиков. Мы с ними проигрываем разные ситуации, знакомим их с миром города, в котором они живут, и с миром природы, которая их окружает. У них очень много интересных предметов, связанных с художественной литературой. Это изучение самых первых стихов. И, конечно, спорт – это обязательно музыка, потому что в этом возрасте дети быстро и легко воспринимают. Они играют и с музыкальными инструментами, и шумовой у них может быть оркестр. То есть двухлетки начинают, а потом 3, 4, 5, 6. Чем старше ребенок, тем больше у него предмета в расписании, тем больше он может охватить. И, конечно, с трех лет там идет латышский, английский и так далее, и так далее. В старших группах наших уже 5-6 леток, потому что сейчас, вы знаете, по закону Евросоюза с 5 лет все ученики должны обучаться, у них уже серьезные занятия. Включаются и прописи, и азбука, и математика, и родители очень благодарны нам, потому что не надо, в общем-то, готовить их еще водить куда-то дополнительно в школу, потому что все делается на месте, и у нас работает действительно профессиональный такой коллектив. Очень приятно, что спорт у нас ведет тренер сборной Латвии по спортивной гимнастике. А какой вид спорта, вот чем они занимаются спортом? У них есть еще и каратэ, но каратэ это по желанию, а так у них это спортивные занятия, общефизические. Много у нас разных атрибутов для этого куплено, интересных, игровых, так, чтобы они не просто бегали и прыгали. И Вероника выстраивает так урок, что они успевают сделать все, и у нас часто каждый месяц бывают какие-то такие эстафеты, веселые старты с конкурсами и призами. Поэтому мы занимаемся с любовью, и то, что родители уже 30 лет голосуют своими финансами, и голосуют своим расстоянием географическим из разных концов Риги и загорода, везут к нам. Для нас это очень приятно, я им благодарна за это. Вот у меня сразу вопрос о роли родителей, потому что, ну вот где вот эта грань соблюсти? Потому что часто даже и про школу говорят, родители искренне удивляются. А в чем проблема? Мы привели ребенка в школу, ваша обязанность вот его научить, а нас дома только просто накормить его и уложить спать. Вот роль родителей, вот насколько она важна в воспитании? Она очень важна. Вот этот треугольник родителей, учителей, ребенок, его никто не отменял ни в какие годы. Особенно сейчас. Сейчас, когда так много вкладывается в детей именно образовательного аспекта, то воспитание, я бы сказала, особенно школьников, малышей, конечно, мы ими занимаемся, и воспитываем, и там хорошие манеры, и все учим, всему. Но когда речь идет о школьниках, то надо понимать, что родители не могут отдаляться и все перекладывать на школу. Ничего не будет, не будет результата. Неважно, или это образование по интересам, я не знаю, фортепиано условно, или это английский в школе. Везде нужна помощь и поддержка. Даже моя шестиклассница меня периодически спрашивает, задает вопросы, моя младшая дочь. А уж я не говорю про детей из начальной школы. Поэтому, на мой взгляд, родителей, чем больше они вкладывают, тем больше они вовлечены в этот процесс. А я знаю, что в наших семьях у многих и бабушки еще вовлечены и дедушки, и няни, и потому что хочется детям дать еще какие-то занятия, то и будет результат. Понимаете, будет результат. В свое время один великий музыкант сказал, что многие говорят об образовании, забывая о воспитании. Но если бы из двух я выбирал, я бы выбрал сначала второе. А я, кстати, могу вспомнить, у нас преподаватель, ну, правда, в институте был, в историко-архивном институте в Москве, он чувствуется из старых потомственных интеллигентов, всегда поражало девочек-студенток, что он не позволял себе сидеть в их присутствии, если девушка стояла. То есть даже если на кафедру, ну, в помещение заходила женщина, он тут же вставал, с ней здоровался, предлагал ей присесть. Причем, ну, нельзя сказать, что он был прямо старичок-профессор, это был, ну, такой мужчина в расцвете сил, но, тем не менее, вот его галантные манеры, они всегда очень производили впечатление, всегда служили, ну, как бы, таким немым примером. С него вот брали примеры все остальные студенты, чувствовалось, что, как бы, ну, вот сначала они смущались, потом, как бы, это что-то застревало в памяти, вот их манеры тоже становились все более и более, ну, такими утонченными. Да, это всегда образец для подражания, учитель, это правда. А вот если говорить о том, насколько, ну, вот такой спорный, действительно, вопрос, насколько умение писать, вот я понимаю, что как раз-таки вот в младшем возрасте начинаются всевозможные прописи, умение писать от руки, а между тем мы живем в тот век, когда люди в большинстве своем переписываются друг с другом при помощи всевозможных гаджетов, просто набирая текст на клавиатуре. И периодически, ну, вот, наверное, у там подростков, детей возникает вопрос, а зачем мне нужно учиться писать, если все равно, ну, мне удобнее, вот я просто нажимаю на клавиши, и текст сам собой появляется. Ну, я думаю, со временем это действительно будет все как-то потихоньку отходить, но, понимаете, компьютер и, например, и трехлетний ребенок, да, он играет в игры или четырех, но пятилетний уже в состоянии, сначала это начинается все со штриховки, не сразу буквы их учат в прописях, это палочки, крючочки, как вы помните, чтобы разработать руку, и в начальной школе, в первом классе это идет уже дальше, конечно, буквы и предложения, они уже копируют тексты прекрасно, кстати, к первому классу наши это уже все умеют. То есть учат-то как раз у вас? Это все учат, да, мы этому всему учим обязательно, у нас есть даже отдельное письмо, занятие, и прописи мы приобретаем каждый год, новые, что-то более современное. Но, знаете, на мой взгляд, я люблю сравнивать все с искусством, на мой взгляд, как это то же самое, что повесить, Олег, иллюстрацию дома или прийти в музей и посмотреть оригинал. Иллюстрация, да, прекрасно, она вам говорит о том, что вот когда-то этот художник написал, но когда вы подходите к оригиналу, вы видите вот эти мазки, вы видите настроение, скорость, с которой работал художник, посыл, который он вам сделал. И то же самое будет с каждой тетрадкой отдельно взятой. У каждого ребенка характер, все его какие-то тайные желания, они все равно будут вот в этих буквах. И мы, я думаю, еще все-таки не скоро уйдем от того, чтобы забыть тетрадь, отложить и поменять на планшет, на компьютер заменить. Это то, что вот, как у меня, например, есть приятельница, директор английской частной школы, для нее большая честь к Новому году написать от руки письмо. И для меня большая честь получить, потому что ты понимаешь, что человек вложил свое время, свое желание тебе написать. И это ценится намного, чем просто на компьютере напечатал, быстренько раз-раз, мейл и отправил или там смс-ку на Новый год. Понимаете? Поэтому те люди, которые хотят быть образованными, они будут уметь писать красиво и ручкой, и быстро работать на компьютере. Они будут владеть несколькими языками, прекрасно разбираясь в математике, в своем бюджете, и приходя в музей или на концерт, или в оперу, и понимая, зачем, куда и почему они туда идут. Поэтому здесь я бы не стала так в какие-то крайности вдаваться, а развивать человека, для которого это не страшно взять ручку, точно так же, как работать мышкой. Это для него удовольствие. Просто есть моменты, когда можно это сделать ручкой, есть, когда быстрее на компьютере. Но они должны до этого дорасти, детки. Я почему спрашиваю, потому что для меня, например, любая какая-то визуализация мыслей, идеи, она должна быть обязательно написана от руки, просто как-то устроен так мозг. Вот и у меня, я с вами полностью согласна. Может быть, я думал, что, может быть, это так старомодно, но, тем не менее, это появляется именно когда я пишу, и только потом я могу зафиксировать уже. А общаясь с актерами, все-таки никто не отменял, учатся все тексты большие, именно так вот берется тетрадка и переписывается от руки. Опять-таки, это какое-то вот запоминание происходит. Обязательно, языки также учатся. Обязательно ты проговариваешь, ты пересказываешь. Но если ты это не перенес своей рукой на бумагу, если ты это не прописал, то мозг твой так быстро не запомнит. Это один из таких моментов серьезного укрепления знаний. Именно отнести его туда, на ту полочку мозга, куда надо положить, чтобы хранилось. Именно через ручку, через написание. Как вообще, если вернуться к теме искусства, воспринимают дети, малыши знакомство с какими-то произведениями, искусство знаменитыми картинами? Как они понимают, воспринимают, почему художники брали эти сюжеты, каким образом строилась композиция? Потому что я только сейчас, может быть, с возрастом понимаю, насколько художники были первопроходцами, когда они создавали как-то композиционно, то есть это практически как съемка была фильма. И очень многие режиссеры золотого века кино, они просто изучали картины, гениальные картины из музеев, для того, чтобы какие-то мизансены, постановку, они просто копировали оттуда, потому что это было практически эталонным изображением. Да, тогда же не было телевидения. В общем-то, это было и книга, и кино, и видео, все, что хотите, сейчас в одном флаконе. Знаете, вот из моего опыта уже такого многолетнего, очень интересно смотреть каждый год новая группа, когда ты их знакомишь с шедеврами живописи, в основном, конечно, мы говорим о русской живописи, вот, и каждая группа находит какое-то любимое произведение. Ну, почти для всех, почти для всех, это «Последний день Помпеи» Карла Брюлова, потому что драматический сюжет связан с извержением Везувия, вот с такой сценой, с гибелью, и они все так поглощены, что не стало за сутки города, и когда ты это все им рассказываешь, показываешь, для них вот такие драматические именно моменты истории, они являются запоминающимися и очень яркими. И еще им очень-очень приятно смотреть на картины, они, их, Марины Айвазовского тоже поражают, «Девятый вал», у нас там есть «Радуга», «Черное море», и они знают, с чем это связано, каждая история, я там даже им немножко Лермонтова напоминаю стихи, и это они запоминают, они знают, и потом, когда в конце года я устраиваю такую викторину, как что, где, когда, то, конечно, ты понимаешь, что вот эти 20 полотен, которые мы проходили весь год, они знают настолько хорошо, что могут сходить в Третьяковку или в Русский музей и быть гидами, эти шестилетние малыши, семилетние для своих родителей. Это потому что ты преподносишь на их уровне, в игровой форме, с охами-ахами, с эмоциями. Я же не перехожу, знаете, как вот, например, гид в музее, так сухо, они уже устают от своей работы, одно и то же рассказывать. Для меня каждое занятие – это новая тема практически, ну, мы можем там два занятия одной теме, одной картины, если она их так захватила, посвятить. Поэтому дети это все запоминают, они как губки впитывают, им это интересно, они мне приходят и рассказывают, что у бабушки там они видели эту картину где-то на стенке, на даче там висела репродукция, или они ездили в Москву или в Петербург с родителями. То есть, понимаете, казалось бы, мне все говорили, мои коллеги, ну что ты там с шестилетними детьми будешь рассказывать им? А я сначала, когда школа у нас 20 лет была, я это все делала с начальной школой с детьми, а потом как-то так перестроила программу так, чтобы было интересно и шестилеткам. У меня дома огромная библиотека, связанная с этим возрастом, и я привожу книги из разных стран на разных языках. Вот сегодня я буду использовать, например, когда я буду рассказывать про наскальную живопись, прекрасную энциклопедию, моя первая история искусства на французском языке, потому что там очень хорошие, такие маленькие, найденные в пещерах скульптуры, мелкая пластика животных и женская голова. Лоско будет наверняка. Да, Лоско, да-да-да-да-да. Поэтому и в Испании тоже Альтамира и другие, я им покажу, именно животных, и они будут себя чувствовать тоже в роли. Потому что меня всегда поражал, вот я пытался поставить себя на место этих людей, думать вот о том, что вот когда происходит вот этот момент, борьба за выживание, борьба там за огонь, и в какой-то вдруг момент вот этим существам, которые просто вот живут каждый день как последние, для того чтобы найти кусок хлеба, вдруг начинает, ну что-то необходимо, возникает необходимость в чём-то большем. Вот почему они начинают рисовать, то есть, с одной стороны, может быть, это, конечно, магия, ритуалы, привлечение, удача на охоте, в том числе, да-да-да. Но в том числе это и какое-то вот эстетическое… Это первые шаги в искусстве, это осознание необходимости того, что у тебя внутри появилось, не на бумагу, потому что её тогда не было, а именно вылить на скалу, и ещё процарапать взять, и ещё напылить свою руку, отпечатки, да, то есть они брали трубочку и напыляли, и использовать глину, потому что тогда же только красный, жёлтый, чёрный, благодаря саже, коричневые цвета использовались в пещерной жизни, не было никаких зелёных, синих, вот об этом мы тоже будем говорить, цветов. И так вот потихоньку-потихоньку первые шаги в искусстве, неважно, или потом в художественной литературе, или в ботанике, и ты из-за ребёнка лепишь чудо. И поэтому я считаю, и поздравляю, мы, наверное, уже будем завершать, да, Олег? Мы так хорошо с вами разговаривали. И мне хотелось бы поздравить сегодня всех учителей Риги и Латвии с замечательным днём, с тем, что они выбрали такую благородную профессию, и закончить стихами, на мой взгляд, очень точно. Роберт Рождественский выразил свою мысль. Вы знаете, мне по-прежнему верится, что если останется жить земля, высшим достоинством человечества станут когда-нибудь учителя. Прекрасные слова. Елена Миронова, директора и владельца частной школы «Максвелл», сегодня была с нами в студии. Удачи вам. Спасибо. Спасибо за приглашение. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.